ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во все времена человечество задавалось вопросом о собственном происхождении. Сначала люди приписывали свое появление воле богов, слагали об этом легенды, закладывая их в фундамент будущих культур. Потом появилась теория Дарвина, которая, казалось, поставила точку в споре, кто мы и откуда пришли. Но чем дальше наука двигалась вперед, тем больше становилось версий относительно нашего происхождения и возможностей организма. Современные исследователи утверждают, вся информация о человеке записана на его ДНК. Как говорил великий Гёте, очень короткий литературный пример, человек – это свиток, на котором все написано, нужно только уметь прочесть. Попытки прочесть эту информацию делали неоднократно и долгое время безуспешно. С давних времен человек догадывался, что существует какая-то система, которая накладывает отпечаток на его будущее. На интуитивном уровне люди чувствовали, некие законы наследственности способны заложить характер внешной способности. В будущем эти качества могли сделать человека здоровым, знаменитым, состоятельным и уважаемым. Или наоборот, больным и хилым. И даже, например, порочным. Как сохранить свой род и что делать, чтобы гарантированно получить полноценное потомство? Не обладая достаточными знаниями, Люди приняли за основу так называемые законы Рита. На самом же деле, эти законы Рита древние. Это, по сути, законы самосохранения. И люди очень не зря их придерживались. И многие придерживаются. И поэтому хранят эти древние знания веками. Веками. Потому что предкам было еще тогда неизвестно, что вот эта энергетика, она способна изменить геном и в конечном итоге и само существование рода. Древние люди считали, что законы Рита – это правила, нарушение которых приведет к вырождению. Все славянские и арийские народы строго их соблюдали. Веды, написанные много веков назад, также содержат упоминания этих законов. Наши предки были уверены. Первый мужчина Утщери оставляет образы духа и крови. Знания, изложенные в ведах, не оставили равнодушными ученых и много веков спустя. Так в 19 веке появился термин «телегония», который означал, что любая особь женского пола непременно несет в себе наследственную информацию обо всех предыдущих партнерах. Впоследствии она полностью передает ее детям. Ну так упрощенно не надо говорить. В случае «телегонии» там сперма мужчины попадает, она оставляет там след волновой, и поэтому и, так сказать, последующие дети могут походить на первого. Это в этом и есть «телегония», это в скотоводстве, в голубеводстве, в собаководстве. Это давно показано, от этого, так сказать, шарахаются, боятся, потому что это прямое подтверждение принципа волновой генетики. «Телегонию» иногда называют эффектом первого самца. Все началось с опытов известного английского лорда Мортона, который он проводил в 19 веке. Он был другом Чарльза Дарвина и считал себя исследователем в области биологии. Мортон был уверен, что близок к величайшему открытию законов наследственности. Но собственную правоту следовало доказать наглядно. Мортон думал недолго. Он был крупным конозаводчиком, и потому проводить эксперимент решил на лошадях. Исследователь вознамерился скрестить чистокровную английскую кобылу с зеврой, чтобы посмотреть, каким окажется их потомок. Но потомство кобыла не принесла. Мортон был расстроен и решил, что больше никогда не вернется к экспериментам. Кобылу, не оправдавшую надежд, свели с жеребцом ее же породы. 11 месяцев спустя она произвела на свет жеребенка, на крупе у которого были полосы, такие же, как у зебры. Единомышленники Мортона сделали вывод, что признаки первого полового партнера проявились у потомства, зачатого от другого самца. Позже появились предположения, что теми же свойствами обладает и организм человека. А женщина, да, она, так сказать, получивший раз, она получивший раз генетический материал от первого мужчины, она его, грубо говоря, ну, организм ее размазывает по всем яйцеклеткам, которые ей даны на всю жизнь. Поэтому и получается, что живет с белым человеком, а когда-то имела контакт с негром, и вот этого бедного белого мужчины, вдруг она родила черненького. Вот это вполне, так сказать, реальные вещи. Об этом же в 19 веке говорил исследователь Ледонтек, который утверждал, ребенок, родившийся от женщины, у которой много партнеров, может иметь признаки ото всех предыдущих отцов. Правда, когда в научных кругах от него потребовали веских обоснований, доказать свою правоту Ледонтек не смог. Теорию телегонии оставили под вопросом, но лишь на время. В 1985 году профессор Горяев проводил опыт с молекулой ДНК. Исследование проходило в Институте физико-технических проблем Академии наук. Здесь устанавливается специальная аппаратура, которая будет беспристрастно фиксировать результаты, не оставляя права на ошибку. ДНК помещают в пробирку и затем фиксируют лазерными лучами. Аппаратура выдает параметры вещества. Так продолжается какое-то время. Данные записывает осциллограф. Затем материал с ДНК из пробирки удаляют. Но аппаратура продолжает фиксировать наличие ДНК в пробирке. То же самое наблюдается и через несколько дней. Создалось впечатление, что пробирка хранит в себе призрак молекулы. Вначале ученые в этом сомневались. И решили продолжить эксперименты. В Институте физико-технических проблем Российской Академии наук, ну тогда это была просто Академия наук. А потом, спустя уже 6 лет, в 91-м году, в Институте высоких температур Российской Академии наук, значит, мы повторили этот эксперимент. И все оказалось нормально. То есть молекула ДНК, препараты ДНК, оставляют некий след после себя. Чтобы исключить ошибки полностью, ученые усложнили эксперимент. Для этого они решили избавиться от призрака молекулы с помощью мощной техники. Вскоре решение было найдено. Мы просто решили для контроля продувать кюветное отделение с сухим азотом, газообразным азотом. Этот фантом ДНК, мы назвали это ДНК фантомный эффект. Этот фантом ДНК исчезал, выдувался, так сказать. И спустя минут пять он вновь возвращался. И так продолжалось весь рабочий день. И так продолжалось всю рабочую неделю. И так продолжалось около месяца. Мы выдували, а он возвращался. Мы выдували, а он возвращался. То есть эффект воспроизводимый. Получив подобные результаты, ученые снова обратились к наработкам по изучению ДНК. Известно, что эта молекула отвечает за передачу наследственных признаков. На ее двойной спирали записаны все особенности человека. А от ДНК зависит внешность будущего ребенка. Например, рост, цвет волос, форма глаз, носа и многое другое. Если учесть, что ДНК способна оставлять следы даже в пробирке, то значит, она способна фиксировать такой же след и в тканях человека. Например, в клетках его организма. Позже утверждение лишь окрепло. Ученые сделали вывод, что молекула обладает к тому же электромагнитными и звуковыми излучениями. В них-то и находится большая часть генетической информации. Но эти доказательства убедили далеко не всех. Я склонна думать, что информация человека остается где угодно, но очень короткий промежуток времени. То есть время стирает все. Я, например, из своего опыта работы очень долго там трудилась на разного ряда передачи информации, я увидела, что только камень способен обладать аналогом человеческого фактора, как память. Вещи, предметы, они сохраняют очень короткий промежуток времени. Вода смывает все, да, ветер разносит все. И информация уходит. Но вместе с тем экстрасенс Арина Евдокимова невольно припоминает интересные случаи собственной жизни. В свое время женщина проходила лечение в одной из зарубежных клиник. Предстояло делать переливание крови. В Израиле, в гематологическом институте, вот когда мне потребовалась живая кровь, мне принесли фотоальбом. И спросили, чью бы кровь я согласна была принять в себя. Я показала там на дедушку. Дедушка пришел, спросил меня, кто я, что я. И дальше он стал рассказывать, кто он, как он воевал, что он израилетянин. Переливание было проделано успешно. Здоровье пошло на поправку. Вначале Арина невольно ждала каких-то новых ощущений от того, что теперь она носит в себе инородную кровь. Но ничего подобного с ней не происходило. И вот когда влили эту кровь, да, я, будучи экстрасенсом, я думаю, ну ничего я не чувствую. Но прошло какое-то время, около года. И я вспомнила, что этот дед мне говорил, Арина, я бегаю очень много по утрам. Я очень выносливый человек. И я почувствовала вот какую-то силу его рода, не свою. Поэтому вот из этого, исходя из собственного опыта, я думаю, что кровь способна передать информацию. Скорее всего, израильские врачи не случайно просили пациентку самостоятельно выбрать донора, а его рассказать женщине подробности о себе. Ведь излучение ДНК оставит некоторый след в её организме. И медики хотели, чтобы он не оказался инородным. И известны случаи, когда даже передавались по наследству как бы свойства донора. Тот, который дал кровь свою, да, вдруг его свойства обнаружились у рецепиента, у человека, который эту кровь принял. Так что это ещё одно подтверждение принципов лингвистиковой генетики. Так может быть, о подобных свойствах крови догадывались и древние люди? Не имея достаточных знаний, они не могли объяснить законы наследственности с научной точки зрения. И всё же наши предки предполагали, что можно обмениваться энергетикой. Главным для древних людей было сохранение здоровья рода. Поэтому, опасаясь, что случайный мужчина может оставить в организме женщины ненужный след, девушек всячески оберегали от добрачных связей. Приступивших этот закон ожидало презрение и серьёзное наказание. Вот в ведах это всё прописано. Считалось, что девушка, которая вступила в добрачную связь, она опорочила род. Мы сможем с уверенностью сказать, да, это было так. Вот эти законы, сохранение чистоты рода, крови, они соблюдались очень жёстко, если не сказать жестоко. Причём, была бы ошибка утверждать, что применялись эти законы только к женщинам. Вот это редко почему-то упоминается, кстати. Они также применялись и к мужчинам, правда, в более мягкой форме, что ли. И до сих пор, кстати, выражение «гулящая женщина», оно звучит, ну, что ли, более уничтожительное, чем, скажем, гулящий мужчина. Если верить древним ведам, то за сохранение чистоты рода считалось ответственной прежде всего женщина. А что же можно сказать о мужчинах? Ведь если любая ДНК обладает излучениями, то выходит, что и мужчина перенимает от женщины генетическую информацию. Получается, что за появление полноценного потомства в равной степени отвечают оба. Так ошибались ли наши предки, считая, что на женщине всё-таки лежит большая ответственность? Оказывается, ответ на этот вопрос есть у современных учёных. Это давно известный факт, даже не версия, это факт. Значит, вот набор яйцеклеток у женщины, вот она за всю свою жизнь несколько сотен этих яйцеклеток несёт в себе, и они постоянны. Да, у мужчин сперматогеназ идёт, идёт, всё новое-новое-новое сперматозоид образуется, а женщина постоянно. Поэтому в этом смысле введение в неё вот такой волновой информации имеет больше эффекта. Иными словами, женщина получает от природы половые клетки раз и навсегда. Та генетическая информация, что попадает в них извне, остаётся там на протяжении всей её жизни. Зато в мужском организме всё происходит совершенно не так. Его половые клетки периодически обновляются и удаляют набранную им генетическую информацию, полученную от всех предыдущих партнёршек. Таким образом, в отношении мужчин телегония действует лишь частично. Так значит ли это, что мужчины, в отличие от женщин, могут позволить себе многочисленные беспорядочные отношения? Древние веды предостерегают от этого сильную половину человечества. Считалось, что мужчина во время полового контакта отдаёт женщине энергию одного года своей жизни. При этом энергия трёх месяцев идёт на закрепление образа духа и крови. И ещё энергия девяти месяцев на вынашивание плода в утробе матери. Если беременность не наступила, то энергия девяти месяцев хранится, ну, скажем так, до более благоприятного времени, когда произойдёт зачатие. При этом считалось, что после рождения каждого ребёнка женщина молодеет, ну, где-то на три года. Таким образом считалось, что при беспорядочной половой жизни мужчина только при интимном контакте теряет год своей жизни. В результате вопрос его долголетия оказывается под угрозой. Быстрее происходит старение организма. А кроме того, на свет он может произвести неполноценных потомков. Ведь генетическую информацию о предыдущих партнёршах природа уничтожает в его организме только через пару лет. Эти принципы использовали заводчики породистых животных. Они берегли элитных производителей от случайных связей, опасаясь последствий телегонии. Заводчики были уверены, чистокровные должны иметь контакты только с себе подобными. Иначе не удастся сохранить уникальность породы. Вот это то самое, что называется породой. То есть есть четыре рода и есть выходцы из какого-то элитарного рода, гены которого проявляются последовательно то там, то тут. Вот к выражению о том, что породу её всегда и везде видно. Ирина и Евгений – заводчики сибирских хаских. Разведением собак этой породы они занимаются уже несколько лет. Дочери и сыновья их питомицы уже выросли. И при встрече на прогулке охотно играют вместе. Разведение элитных животных – дело непростое. В этом Ирина и Евгений убедились на собственном опыте. Чтобы потомство сочетало в себе лучшие качества, заложенные природой, следует тщательно изучить вопрос, потратить много денег и нервов. Но труды того стоят. Чистокровные щенки пользуются большим спросом. Человек может быть уверен, что он получит питомца с заданными характеристиками, питомца с определенными экстерьерными качествами, что напрямую связано с эмоциональным удовольствием от его лицезрения. И что немаловажно, когда человек приобретает чистокровную собаку, он с определенной долей вероятности, это безусловно зависит от заводчиков, приобретает собаку с нормальной психикой, с нормальным уровнем здоровья. За много лет тесного общения со своими питомцами хозяева не раз убеждались, настоящая порода дает о себе знать. Умственные способности чистокровной собаки поразительны. Такие особи умеют добиться своего и не раз удивляли хозяев хитростью и смекалкой. Особенно в те моменты, когда речь шла об инстинкте, управляющем самой природой хаски, охотничьем. Один из таких случаев Евгений запомнил надолго. Когда за городом гуляя с одной из своих питомиц, в лесной зоне, она ушла в подлесок, в таежку. Вместе с тем, как потом оказалось, она сделала двухкилометровый круг по лесу, вышла на другом краю деревни, пощипала там породистых курочек, также зашла на край деревни, сделала двухкилометровый круг и вышла из леса в том же месте, в каком и зашла. То есть у меня не возникло ни малейшего подозрения, что она занималась охотой, хотя на самом деле это было именно так. Умственные способности, экстерьер, выносливость и здоровье. Вот качества, которыми обладает чистокровное животное. Но это согласно теории. А что происходит на практике? Заводчики Ирины и Евгений уверены, свой ум породистые собаки черпают из общения с человеком. Дворовые псы этого общения лишены. И все-таки, по-моему, они почти не уступают домашним любимцам. Правда, заметно это лишь тем, кто любит животных и привык за ними наблюдать. С беспородными песиками мы, как правило, встречаемся в парках. Это популяция так называемых диких, бесхозных собачек, которые действительно от человека видят агрессию, видят от человека неуважительные к себе отношения, зачастую и отвечают ему тем же, несмотря на то, что имеет к нему человек отношения или нет. Наверное, в совокупности это и лежит в основе бытующего мнения, что беспородная собака глупее, неадекватнее, агрессивнее и так далее. Выходит, что у практики свои законы и наличие родословной вовсе не служит гарантией красоты, ума и здоровья. Так может быть, разгадка кроется в чем-то другом? Возможно ли, что в случае, когда потомство от чистокровных производителей не оправдывает надежд, в дело вмешивается телегония? Насколько берегут от нее своих питомцев современные заводчики? Она может быть и существует, но я в нее не верю, потому что были случаи, у нас в питомнике такого случая не было, а в питомнике, в дружественном для нас питомнике был такой случай, производительница согрешила с кем-то на стороне. А вот щенки, конечно, я не знаю, какая участь была у этих щенков, но потом у нее было прекрасное потомство после этого. Но каким могут оказаться последующие поколения? Большинство специалистов уверены, сохранить настоящую породу непросто. То же самое касается и людей. Человечество всегда делилось на сословия и касты. Для заключения браков люди присматривали равных себе или принадлежащих к более высшему сословию. Исследователи объясняют это желанием улучшить свой род и его возможности. Ну вот были раньше сословия, сословия воинов, сословия жрецов, сословия правителей этого мира. Каждая из этих сословий за, я не знаю, за много столетий или так было изначально, вырабатывала, нарабатывала, наделялась определенными способностями, необходимыми именно для этих задач. Фактически, испокон веков люди занимались выведением человеческой породы. Главным всегда была забота о том, чтобы потомство было полноценным. Наличие больных или порочных могло прервать какую-то ветвь генеалогического древа и в результате привести к вырождению. Неравные браки стали называться мезальянсом и зачастую порождали презрение общества. В 2006 году едва не разразился скандал в родовом поместье герцогов Люксембургских. Вызвано это было тем, что наследный принц Луи женился на дочери местного кровельщика. При этом стало известно, что новобрачные узаконили отношения, уже имея ребенка. Так на свет появилась новая семья. Но право наследовать престол Луи утратил навсегда. Впрочем, у принца были двое старших братьев, и потому у него и так почти не оставалось шансов занять место правителя. О сделанном Луи не жалел, в чем и признался в интервью прессе. Но в тех же статьях публиковалась масса негативных высказываний на этот счет. Многие считали, что принц поступил неосмотрительно. Ведь если предположить, что братья также откажутся от власти или, не дай бог, погибнут, герцогство автоматически потеряет исторического правителя. Занять престол будет некому. Но несмотря на шум вокруг этого инцидента, многие современные люди считают, что забота о чистоте крови в роду не более, чем дань собственным амбициям. Человеку свойственно такое эгоцентричное желание считать себя лучше всех прочих. Вот отсюда и возникают какие-то уже такие снобистские объединения. Мы лучше всех прочих. Наша семья доминирует над всеми. Причем так ведь считают все. И те, кто находятся на вершине общества, и те, кто находятся в самом низу, они все считают себя вершиной, пупом земли. Так что это скорее такой психологический, ну даже я бы сказал, наверное, психологический комплекс. Но так ли это? Для некоторых забота о чистоте и зависимости. Но практика показывает. Древние люди не зря прописали законы существования общества. У истории есть много доказательств того, что отвергнув опыт предков и не желая его изучать, мы жестоко расплачиваемся за собственную неосмотрительность. Так что же все-таки нам дает порода и чистота крови? Люди, наделенные определенным зарядом какой-то крови, определенной информацией, вышедшие из каких-то, так сказать, пород, вот они и несут в этот мир чистоту и какую-то принципиальность. Для них очень важны определенные духовные принципы, через которые не перешагнуть. Посмотрите, что стало в 17-м году, да? То есть пошло смешение кровей. Смешение раз пошло позже, уже в 36-м, 37-м. Что мы имеем сейчас? Хаос и безнравственность, от которой страдают наши дети. Дети всегда составляли гордость и главное богатство в любом доме. Конечно, содержать и воспитывать много детей в семье во все времена было делом непростым. И все-таки люди старались иметь как можно больше потомков. Делалось это с определенным умыслом. Большее количество детей позволяло надеяться на то, что род не прекратится. В те далекие годы люди не умели бороться с эпидемиями и гибли в многочисленных войнах. Часть потомства могли унести болезни. Оставшиеся потомки продолжали род отцов и дедов. Старательно оберегали от любых внебратных контактов, чтобы не привести в родовую ветвь болезни уродства пороки. Наши предки, они интуитивно это понимали. И, значит, прегрешение женщины очень сильно наказывалось. На женщина вступила, так сказать, во внебрачную связь, как вы помните, знаете. Значит, они там блюдут это дело, а мы нет. Мы перестали блюсти. А надо бы. А мазали дегтем, так сказать, и перьями, вываливали девушку, которая, так сказать, вошла в половой связь без выхода замуж. Это же тоже известная традиция наша, но она утрачена. Поэтому я говорю, что институт девственности ушел, канул в лету. Это действует разрушительно на нашу русскую нацию. И мы деградируем и в этом. В Древней Индии существовал закон, согласно которому молодые люди, заключившие неравный брак без согласия старейшин рода, карались смертью. Рожденные от них дети впоследствии лишались своего сословия и впредь могли занять только самую низшую ступень общества. Негативное отношение было к бракам с инородцами, особенно из далеких стран. Считалось, что сыновья, рожденные от такого союза, не станут хорошими воинами и не смогут достойно защитить соплеменников. Когда в человеке намешано энное количество, ну не то, что кровей, это было бы вульгарно сказать, а когда у него есть различные расовые моральные установки, из него герой одной нации не получится, это совершенно очевидно. Это практически, я еще раз подчеркиваю, здесь не будем никуда впадать ни в какие левые и правые отклонения. Известно, что к чужакам всегда относились с недоверием. Даже в те далекие века, когда для человечества не существовало понятий раса и национальности. Так почему же, заметив инородца с иным цветом кожи или разрезом глаз, моментально появлялась настороженность? Современные исследователи утверждают, что неприятие чужаков из дальних земель связано исключительно с биологией. Все объясняется просто. Гости могут привезти с собой новые бактерии и вирусы. Скорее всего, у местных жителей к ним нет иммунитета. Тогда начнется эпидемия, погибнут в первую очередь дети. Таким образом, неприятие чужеземцев изначально было вызвано страхом потерять потомство. Если, так сказать, нарушается этот табу, то получается вырождение. Видимо, кто-то им подсказали, это интуиция, я не знаю что, но они были правы. Наши предки считали, что крас обладают кровью сильно отличной по составу. В древних ведах говорится, что всего различалось пять основных групп. Каждому цвету кожи соответствовал свой индивидуальный состав. Он зависел от количества так называемых энергонов. Так, например, темнокожие обитатели африканских земель имели шестиканальную энергоновую структуру. Одновременно это означало, что мозг таких людей способен обрабатывать одновременно до шести каналов информации. У представителей других рас число энергонов предположительно было иным, соответственно и возможности мозговой восприимчивости тоже. Поэтому браки должны заключаться исключительно между людьми с равными или почти равным количеством энергонов. В противном случае их потомство родится слабым и нежизнеспособным. Ведь организм ребенка будет с трудом перерабатывать различия крови матери и отца. Гораздо большее количество факторов поведения с точки зрения современной науки объясняются не логикой процесса, а именно инстинктивной биологической базой, стереотипами, которые на генетическом уровне нам достались, племенными, расовыми, культурно-религиозными различиями. То есть человек на самом деле гораздо более биологическое существо, чем принято считать в последнее время со времен французской революции. Согласно другой гипотезе, предки всех людей являются выходцами с другой планеты, а значит все расы имеют родственные корни. В принципе это быть могло. То есть что Земля как место, ну база какой-то другой цивилизации, где высадились то ли представители этой цивилизации, то ли они создали какую-то цивилизацию здесь на месте из подручных средств. Жизнь на Земле могла быть занесена из космоса. Что в принципе это возможно. Современный ученый Марк Пагель из университета города Рейдинг в Великобритании оспорил теорию Дарвина, ознакомив коллег с результатами своих исследований. Пагель взял за основу одно из дарвиновских утверждений, которое получило название «модель черной королевы». В нем говорится, что для любых видов одного семейства или рода нужна одинаковая скорость эволюции. Это значит, что всем растениям и животным необходимо поддерживать постоянную динамику появления новых признаков. В противном случае они попросту не успеют за изменяющимися условиями среды обитания и как следствие постепенно вымрут. Марк Пагель провел компьютерное тестирование, используя наработки современных исследователей и получил бесспорный результат. Утверждение Дарвина соответствует истине едва ли не на 8%. Классическая теория безнадежно устарела и является догмой. Тем более, она никак не объясняет наличие у человека некоторых способностей, которых нет и никогда не было у приматов. Дело в том, что каждый человек использует свое, ну даже свое тело, не говоря уже о мозге и о духовных слоях, на сущие проценты, даже там не 20%, не 10%, 2-3% от своих возможностей. Поэтому у каждого человека, самого бестолкового, самого бесчувственного, есть потенциал превеликий, огромный. И в принципе-то и развить его может каждый, но только для этого нужен труд, старание и много-много лет. Согласно теории Дарвина, нашими предками были приматы. Действительно, у обезьян и людей много общего. Это и пластика, и особенности строения скелета и мускулатуры, некоторые детали работы психики. Но если посмотреть на вопрос шире и принять во внимание не только физиологию, смогут ли современные ученые ответить на вопрос, отчего у некоторых людей проявляются способности, которых у... Я верю, что у меня предки были человек, а не обезьян. И точка зрения науки уже доказана, что Дарвин не прав. Это философия, это философия дарвинизма. Материалистическая философия и все. Зеродин Рзаев – экстрасенс, обладатель необычных способностей. Чтобы убедиться в этом, мы устраиваем ему проверку. Зеродин соглашается сразу, хотя и не знает, в чем будет заключаться задание. Как в этот конверт мы положили мелкий предмет, первый, который попался под руку. Экстрасенсу предстоит определить, как выглядит содержимое конверта. О своих необычных давно. То, что он не такой, как все, он понял, когда был еще совсем маленьким. Мальчик часто видел вещи и сны, мог читать мысли. Иногда в сознании ребенка появлялись картины будущего, которые непременно становились явью время спустя. Родственники мальчика не знали, радоваться таким способностям или стоит принять их как тревожный сигнал. Все мои родственники думали, что у меня какая-то там психические нарушения. А когда они видели, что я правду говорю, я могу пересказывать будущее, я могу лечить людей, они испугались, они дали мне свободу работать. Дядя меня мучил очень много, что мы видим, кроме этого ничего не существует. Ну, я доказал, что я имею, у меня есть дар от Бога. Сам Зеродин уверен, такие способности есть не только у него. И этот дар – Божье благословение. Оно сродни любому другому таланту, которым небеса наделяют людей. Одни в результате становятся обладателями красивого волоса, другие пишут стихи, книги или картины. Но на вопрос, почему экстрасенсов гораздо меньше, чем художников, певцов и поэтов, у Зеродина ответа нет. Я думаю, что стопроцентного объяснения никогда не будет. Могу так сказать, что вот очень сложно объяснить вообще. Очень сложно. Люди, ученые что-то знают об этом, но очень, очень мало. Ну, разные термины, там, парапсихология, психокинез, телекинез, телерепортация. Ну, еще наука не может объяснить, как. Существует гипотеза о том, что все наши предки обладали подобными способностями. Но на протяжении веков утратили их. Теперь они изредка пробуждаются лишь у 10% людей. Но кем же тогда были наши предки? Мы прогибаем под себя цивилизацию. И те самые гены памяти, которые были в нас заложены, так, например, интуиция, умение телепортировать, умение творить какие-то чудеса, маленькие и большие, умение исцелять свой собственный организм путем своей силы воли. Все в нас заложено предками. И эти качества, они просто не могут быть свойственны животным. Да, какие-то из них, да, животное тоже интуитивно, что-то оно чувствует, что-то оно находит для себя, но оно неразумно. В 1982 году представители НАСА забили тревогу. По данным некоторых исследований, к Земле движется небесное тело огромных размеров. Оно идет по эллипсовидной траектории и пока еще далеко. Сегодня ученые занимаются тщательной проверкой этого факта. Тем не менее, во всем мире уже заговорили о том, что к Земле летит планета Нибиру, которая, согласно древним записям, являлась родиной наших прародителей. Предположение быстро обросло версиями. Я думаю, что Нибиру – это не планета. Это некое созвездие, корабль, которое движется во Вселенной. Я бы назвала это кораблем-куратором. Знаете, такое ощущение, что это корабль, который курирует различного рода цивилизации. Я допускаю, что Земля не единична в своем воплощении, и периодически с цикличностью с определенной данная планета или корабль посещает ту или иную цивилизацию. В данном случае нашу, возможно. У древнего народа, шумеров, есть легенда о Нибиру. Они утверждали, что миллионы лет назад обитатели этой планеты намеревались добывать золото, которое было необходимо для развития многих технологий. Оказалось, что на нашей планете этого металла достаточно. Но добывать его слишком сложно и опасно. Чтобы исключить гибель соотечественников, пришельцы вывели универсальный вид живых существ. Именно от них и начался человеческий род. Они разные по культуре, они разные, в конце концов, и по генетике тоже. Близкие, но все-таки разные. И у разных народов, у разных рас, вот когда еще были единые такие большие центры развития цивилизации, каждая из этих цивилизаций указывала на свое место на небе, откуда пришли они. Поэтому я думаю, что нет единого центра, откуда бы все пришли на Землю. На Земле существуют разные цивилизации, разные цивилизации одновременно. Сегодня генетики готовы поддержать эту гипотезу. Они уже давно не сомневаются, что человек уникален. Он не похож на других обитателей нашей планеты. Поводов думать так довольно много. И один из них – наличие 220 генов в нашем организме. Такого наследственного аппарата нет больше ни у кого. Так может быть, пока рано делать выводы и отметать теории, которые на первый взгляд кажутся фантастическими. Ведь история знает немало примеров, когда люди ставили под сомнение и даже откровенно смеялись над некоторыми утверждениями предков. Зато впоследствии, проведя массу исследований, признавали их правоту. Многие принципы, сделанных с таким трудом современных открытий, ученые находили в старинных книгах, написанных несколько веков назад, в том числе в древних ведах. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА